Жена оставила перчатки на стиральной машинке. Сегодня день, когда я чуть не умер от инфаркта. Чувак, это просто современный мой додыр. Хватит слать мне счета за коммуналку. Мне неприятно. Поездка окончена. Хорошего дня. Не, ну это пять звёзд. Здравствуйте, какая причина продажи? Здравствуйте, какая причина покупки? Повыёживаться поездить. Я вот уже довыёживался. Решил продать. Прикольно, это речь, видимо, идёт. Ну да, вон наверху машина. Мерседес С-класс. Я жил на шестнадцатом этаже. Приходит днём бабка и гопник. Сын еёный. С претензией. Топаем, мешаем спать. Они со смены. На вопрос, вы кто? Ответили, что с четырнадцатого этажа. То есть, с четырнадцатого на шестнадцатый они пришли, минуя пятнадцатый. Я правильно понимаю? Предложил им обратиться к жильцам пятнадцатого. Ну правильно. Ответ. Мы там были. Они сказали, что это вы топаете. И всё передаётся на четырнадцатый. Так, я узнал, что на пятнадцатом живут мрази, а на четырнадцатом тупые. Кто-то бежит. Надо было сказать, что это голуби на крыше. Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке, я добавляю сорок минут к следующей пробежке. Завтра я буду бежать до две тысячи твадцать седьмого года. Вот что значит ответственность. Первая доза вакцины – внедрение чипа. Вторая доза вакцины – внедрение Дейла. Господи, что это за прикол такой? А гаечку ещё, может быть, туда? Вжи-ка. Мальчик, сейчас выключу свет и пойду спать. Мужчина. Так, сейчас выключу свет и побегу к кровати, чтобы меня не съела бабайка. Жизнь, боль. Положите тостер боком и сможете делать тосты с сыром. Рецепт бомба, всем рекомендую. Надо ловить стоять. Почему ты опоздал? Поздно вышел из дома. А раньше нельзя было выйти? Уже поздно было раньше выходить. Берёшь и делаешь. Отличная идея. Берёте и подписывайтесь на мой канал, друзья, прямо сейчас. Знаете почему? Потому что мемасы смотреть веселее всем вместе. Ну, как бы мы тут сидим и все смотрим. Я, вы и ещё пара сотен тысяч человек вместе с вами сейчас их смотрят. Ну, не сейчас, а за сегодня, за завтра посмотрят. Это прикольнее, чем одному сидеть где-то в ВК. Так что жмите подписаться и лайк ставьте. И да, всем привет, конечно же. Когда меня просят быть фотогеничным. Гений. Идея, результат. Обычный человек. Идея, результат. Я. Идея. Неведомая хрень. Кубики на животе уже не в моде. Теперь в моде ступеньки. Это нет, стремянка такая должна быть, что, ну, ступеньки с одной стороны и с другой стороны. Хотя как надо запустить себя, чтобы у тебя появились ступеньки на спине? Скоро станешь владычицей морской. Вот только цемент застынет. Да, вот эту поганую бабку надо топить. Я тут слышал версию, что это сказка, на самом деле, о любви. О том, как сильно дед любил бабку. И ради нее, собственно, вот это все было. Как вам такая версия? Уважаемые соседи, в субботу 30 января, в 12 часов дня, в нашем подъезде состоится выбор домового. Всем быть обязательно. Старший по подъезду. Что тут выбирать, я не понимаю, говорит Кузя, действительно. Николай Дроздов завел аккаунт в ТикТоке, и я снова в мире животных, говорит он. Вот почему в России не в моде панорамные окна. Сфоткайте, помой. Назовите свои достижения. У меня есть полная коллекция бегемотиков из киндер-сюрприза. И это все. Ну, еще пингвинчиков, но там двух не хватает. Я. Пожалуйста, возьми меня за руку и иди со мной рядом. Ребенок. Это не все поймут, а я-то понимаю. Ну, в смысле, когда я был ребенком, я тоже так тянул маму. Теперь понятно, откуда взяли эту идею. Куда пишут, поиск косплеит кота. И тут я понял, что делать селфи во вьетнамском лесу не самая лучшая идея. Я так понял, там вьетнамские, ну, типа ниндзя сидят. Вот эти вот, которые на деревьях. С оружием. Как они там назывались, я уже не помню. Вьетконговцы, по-моему, да? Ученые. Люди, которые поздно ложатся спать, живут меньше. Я читаю еще это в два часа ночи. Задание в играх сейчас. Иди с точки А в точку Б и убей всех. И еще тебе так по полу линия такая идет. Ведьмача чутье, или просто полосочка, чтобы, не дай бог, современный школьник не сбился. А то он нашу игру забросит, и мы денег не заработаем. Потому что игра будет тогда непопулярной. Задание в играх чуть раньше. Иди с точки А в точку Б, найди что-то и пойди с этим в точку С. Задание в играх 10 лет назад. Сходи в точку А, найди что-то, что поможет тебе понять, где точка Б. А в точке Б убей всех и найди что-то. Короче, сложнее гораздо задание в играх 20 лет назад. Короче, мне нужно это, это и это. Я хозе, где это и как туда добраться удачи. Какой-нибудь Resident Evil первый, когда нужно было раскрыть. Книжки. А в книжках у тебя медальон лежал. Или загадка с пианино в Silent Hill'е. С корявым переводом. Которую невозможно было решить. И все подбирали методом тыка. Ничего необычного, просто два Роллтона изгоняют дьявола из своего друга, который забился в углу на потолке. Ты сырешь под моим диваном. Ты продаешь моих детей на Авито. Илон Маск добавил статус своего твиттера, тег биткоин и стоимость криптовалюты взлетело с 33 тысяч до 37 тысяч. Всего лишь за 5 минут. Напиши про рубль, плиз. Африканские ушастые грифы. Весьма стильные птички. Который пишет, выглядит как экзимпляционисты. Дети сейчас. Я не хочу это, я хочу пиццу. Я в их возрасте. Пацаны, хаваем, и до темна можно гулять. Или я, или твои компьютерные игрушки. Несмотря на то, что ты для меня, разумеется, гораздо более значима, нежели какие-то игры, я не могу не отметить твою готовность расстаться из-за столь малозначимого повода. Боюсь, я больше не уже смысл сохранять наши отношения. Вовсе не от того, что ставлю игры выше тебя, но потому, что ты продемонстрировала полнейшее отсутствие уважения ко мне, предъявив подобный абсурдный ультиматум. С первого взгляда. Ну да, что-то есть. Когда с подружками пытаешься сделать хорошее совместное фото. Угадай, кто не давал всем ночью спать. В смысле, ну если он не давал всем ночью спать, значит он сам не спал, значит он хочет спать. Тоже. Наверное, ребенок справа, который спит, а который слева ночью прекрасно выспался и не шумел. Правильно мысль или нет? Первое сентября. Раньше? Сейчас. Ну как бы да. Можно еще было раньше взять? Когда солнечная система вообще была там каким-то газополевым облаком. Как я спорил раньше? С пеной у рта доказывал свою точку зрения, подключал друзей, семью, соседей, страну. Как я спорю сейчас? Ой, да вообще пофиг думать, что хочешь, я пошел. Я потратил 10 минут, чтобы понять, насколько крут этот камуфляж. Какой камуфляж? Так, друзья, ставьте паузу. Какой камуфляж? От чудо монтажа. Сделал свое дело. Я посидел и потупил, наверное, ну минуту, может быть и две. Я нашел, в чем прикол. Кто нашел, ставьте лайк. 18 лет. Добавляешь в соцсетях всех, кого видел один раз. 30 лет. Не добавляешь никого, даже тех, кого знаешь много лет, потому что пошли они в жопу. Лучше бы не знал. Я весь день. Как же хочется спать, поскорей бы в кровать. В 2 часа ночи. Вот это такое западло. Особенности завтра надо встать рано. Ну, дела там какие, мало ли. Или просто тупо на учебу. Друзья, помимо Ютуба я пишу книги. Посмотрите, вот, это все мои книги, которые вышли за последние 2 года. Ссылка на мои книги будет в описании под этим видео. Там же вы можете зайти и почитать ознакомительный бесплатный фрагмент. Кто еще ни разу не пробовал погружаться в мои миры фантастические, советую начать с книги «Апокалипсис в Кубе» или на Марс. Потом «Светлый человек», а потом можно «Видеоблог вампира» прочитать. Ну, а те, кто прочитали уже все мои книги, то вот «Видеоблог вампира», последняя, которая вышла. И в мае должна выйти моя новая книга, на которой сейчас я работаю. Каждый день усердно. Она называется «Обмануть вселенную». Это фантастика. И она будет ближе по атмосфере, по стилю на Марс или на Светлого Человека. Вот в духе прошлых моих книг. То есть на «Видеоблог вампира» она, похоже, не будет. Спасибо за просмотр. Читайте книжки. Всех вас люблю. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok